кто пришел кто пришел кто пришел кто пришел дмитрий горякин вас почему не видно-то но вам видно вас не слышно почему-то не слышно не слышно не слышно ну-ка нет не слышно нету ничего посмотрите у себя там где-то не слышно не слышно ни слова может вас микрофон там перечернутый посмотрите все я вроде бы включил вот вот все заработал кто такой откуда и зачем говорите внизу надо было сначала написать я бы тогда ответил а уж как пришить теперь не надо ничего будем говорить у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да нет я вас слушаю говорите ну просто проблема в том что я вот вопрос с собой нет но на память если только ну я к отделенным баптистам вот хожу в церковь год как принял крещение и наверное же где-то около года назад я и ваш канал в принципе нашел и посмотрел вот больше читаю слово божье очень странно но больше вопросов появляются иначе касаемо вот например того же крещения я ну вот захожу иногда в тупик вот у нас недавно обсуждали тему иначе как попадают ли дети в рай или в ад вот например возрасте 5 лет я честно даже вот я не смог на этот вопрос себя ответить в каком возрасте нужно принимать крещение и определяете крещение вообще наш путь в ад или рай это ваши вопросы это ваши вопросы видите я вам тему крещения скину это я уже много раз отвечал здесь там все подробно описано в каком возрасте крестить что в одной теме все открыто как только закончим говорить я вам сразу скину здесь и вы ответите что получили сверх того что я отвечу ничего больше нет вы там не задели что то не слышно в ответе да нет не слышно опять посмотрите вот так слышно и закрепите на этом я просто не знаю я просто если я выключаю динамик я вот плохо слышу ну у меня рядом вы даже хорошо слышать я громко говорю может быть мне наушники какие-нибудь надеюсь не знаю наденьте сейчас я посмотрю наушники так сейчас секундочку начну давайте вот что-то прерывается так слышно слышно а вам слышно да все отлично я наушники просто значит вот что вы говорите я отношусь там к баптистской церкви а она с каких пор стала церковью баптисты ну на мой сколько я узнавал ну триста лет назад ну триста лет назад бог основывал церковь или раньше основал он у него одна церковь или несколько конечно одна за одной за одной одна невеста у него написано так шестнадцать восемнадцать матфея создам церковь а не церкви и врата ада не одолеют ее вы в это верите сто процентов ну а если люди начинают творить еще другое организацию там содружество и будут называть церковью будет это богом утверждено ну тут может говорится о людях нет о церкви говорится вы в разговоре вы сказали я отношусь к церкви баптистов ваши слова вы же не считаете люди а говорите церковь вы сказали ну смотрите вот Джон Смит первый основатель баптизма это 1609 год он залез в воду руки положил на себя и провозгласил крещение вы признаете действительным нет должно быть рукоположение а откуда оно возьмется когда его не было с нуля рукоположения нет это никакая не церковь чего ради вы решили то вы правильно отвечаете в 1639 первая община в Роджерсе была основана баптистская ну и что их таких сегодня около 21000 названий в мире и все считают себя церковью ну так нельзя небрежно относиться к вопросу который решается только при жизни вопрос спасения как это так ведь речь идет не о местожительстве которое здесь мы выбираем в Иркутске в Варнауле а о вечности вот я беседую с баптистами самый простой вопрос скажите я к вам его обращаю для чего нужно крещение вообще крещение это завет с Богом заключая завет а что в нем дается человеку завет что на крещение это дает завет если я грешник я остаюсь грешником если праведник остаюсь праведником крещение то зачем тогда ну логично предположить после крещения человек должен жить по Божьим законам или справа значит не знаете у вас ручки далеко да нет сейчас запишите бумажку возьмите так сейчас а Библия далеко у вас Библию возьмите мы откроем нет у меня Библия есть я просто не у себя дома дома у меня есть Библия ну вот так нет вот почему я и хотел с вами заранее ничего не надо нет нет вы не беспокойтесь возьмите ручку такая записать я буду считать а вы будете подтверждать что так написано а потом весь материал вы получите так все ручка в руках так Деяние апостолов Деяние 2.38 Деяние 2.38 2.38 когда когда спросили апостола Петра если бы там были баптисты они бы ответили по другому а он говорит так его спросили что нам делать мужи братья говорит покайтесь запятая покайтесь запятая и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Баптист отвечает так. Покайтесь для прощения грехов и креститесь для обещания Богу доброй совести в заключении завета и получите дар Святого Духа. Это никакого отношения тоже не имеет к тому, что Бог установил. Я говорю, к вам баптистам зашел человек, ну и проповедь его тронула. Он поверил, что Христос умер за него. Он встал и покаялся. Я спрашиваю пресвитера, он прощенный? Да, прощенный. Я говорю, а почему апостол так не учили? А как они учили? Ну вот Саввел шел в Дамаск. С неба сиял его свет. Он пал. И к нему 22.16 запишите. Деяние 22.16 К нему приходит епископ тамошний епископ Анания и говорит ему, брат Саввел, брат Саввел. Брат это уже свой человек, это не чужой. И говорит, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. Что он должен намыть был в крещении? А тут говорит, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Как баптиста не могли этого увидеть-то? Тут так умышленно уже не видеть. Прямым текстом. Для чего крещения? Для прощения грехов. 2.38 Какое у вас Библия? Это же самое же, наверное? Да, синодальное. Синодальное. Ну, сами решите. Как это понимать так? Значит, вот в этом простом вопросе вы увидите стопроцентная ложь у сектантов. Стопроцентная. И вы на одном месте, на другом, когда увидите, что ложь, скажите, а где я тогда нахожусь? Вы вне церкви. Церковь, ту, которую Христос основал, и власть Духа Святого предавать, она идет через рукоположение. Запишите. Деяние, восьмая глава. Деяние апостолов. А стих какой? Вся глава про это говорится. Когда в Самаре люди стали обращаться, а апостолы все находились в Иерусалиме. Вот, замечайте. Они услышали, люди там покаялись. Только бы радоваться. Но там был Филипп не апостол, а из семи, которых диаконов избрали. А через диакона это не сходит Дух Святой. Только сам Бог делает. Апостолы Петр и Иоанн поднялись и пошли туда. Зачем они пошли, когда люди обратились? Они пришли и спросили о Духе Святом. Они говорят, а мы даже не слышали. И тогда они возложили руки. И Дух Святой сошел. Через апостольские руки. А почему не через диакона? Нам не надо гадать. Или мы верующие, или мы просто пустословим. Господь говорит, ни одна черта не пройдет из закона. Закона? А это уже новый закон. Нам нельзя никуда отвернуть. Так Бог повелел. Церковь там, где апостол рукоположили епископов епископами поставил. Епископ мы поставили других епископов и до наших дней. Это родословие духовное. Это не еврейское родословие. А у сектантов-то никого нет, к ним никто не переходил. От вас вышли адвентисты седьмого дня. Вы их признаете за церковь? Ну, если там искренние люди... Нет, я не о людях говорю, а о церкви говорю. Церкви в целом. Тоже церковь, да? Я, честно, не знаком даже с этим течением. Ну, там полно. Ну, а слышали свидетели Иеговы? Да, слышали. А от них вышли свидетели Иеговы. Это тоже церковь? Нет, они, по-моему, Христа даже не признают. Вот, вот и оно. Поэтому церковь одна. Но она разделена на пять частей, которые все сохранили, но друг с другом они немирные бывают. Это православие, католицизм, Григорияна Армянская, Копская, она с 4 века там, Копская и Сирская. Все. За этой гранью одна ересь. И придумали слова деноминация, конфессия. А под этими словами слово ересь. Надо спрашивать не какой конфессии, а к какой ереси принадлежишь. Вот вы сразу сказали я принадлежу к ереси баптистов. Нет, я не сказал к ереси. Но я говорю, так надо бы говорил правильно, это самого себя не обманывать. Что церковь одна, вы сказали, а раз одна, значит, она не могла в 17 веке возникнуть. Ну вот, смотрите, Игнатий, если вы сами говорите, церковь одна, ну, пять уже направлений получается. Как это? Не направление, направление одно. Разница, они в разных регионах находятся. Западная называется и Восточная. Это отдельно. И до 1054 года не было разделения. Речь идет о догматике, о нисхождении Духа Святого. Но те сохранили рукоположение от Петра, апостола, а православные от Андрея, а другие там от Варфоломея, а в Индии от Фомы. Они были разделены на сферы влияния, пять континентов. А, все, я понял. Да. Вот ответ какой. Только говорите всегда искренне, четко и ясно. Вот вы притчу о Десяти Девах знаете? Да. И как они задремали и уснули. А что такое задремали и уснули? Потеряли бдительность. Вот так сектанты и толкуют. Если они потеряли бдительность, то они виноваты перед Богом. А тут их Господь в этом жених пришел, не обвиняет. Он обвиняет, что нет у них масла. А что заснули, он слова не говорит. Друг наш Лазарь уснул. О чем говорится? Тогда Христос прямо говорит, Лазарь умер. Встань спящий, 2.5 эфесянам, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Встань спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. 15 глава Евангелия от Луки, 15. Мы считаем там блудный сын и говорится, сей сын был мертв и ожил. Мертвый. Так вот, который говорит, заснули, они умерли. То есть, 2000 лет Христа нету, не приходит это. А заболели, это предшествующая болезнь затухания нашей жизни. Задремали, уснули. А теперь, что они духовно ослабли, вот масла нету. А что такое масло в сосудах? Не знаю. Тогда запишите. Давайте. Это добрые дела, соделанные с любовью в Духе Святом. Это полный ответ. Не просто-просто. Добрые дела были у коммунистов, у фашистов. Но с любовью в Духе Святом только в церкви может быть. Без веры Бог не принимает дел, без веры угодить Богу невозможно. А как это... Можно сразу вопрос. Вы сказали, что Христос придет не за церковью, за церковью, не за людьми. Ну, а вот, например, человек в церкви, но живет не по-божески. Значит, ничего нету. Как он за ним может прийти? Никак. Он не в церкви. Церковь святая и непорочная. Когда человек согрешил, он моментально выпадает из церкви. Его нету. И поэтому у православных оглашенно его сразу в коридор выводить. Если сблудил, значит, 7 лет там. Аборт женщина сделала, правило Василия Великого II, 10 лет. 10 лет не имеет права причащаться. 10 лет он ни с кем не может приветствоваться. Он будет только плакать. И эти 10 лет разбиваются на 4 ступени. Первая, значит, там, плащащая за дверьми, там, на снегу, на воде. Вторая, это слушающая. Третья, припадающая. Припадать можно там. И четвертая, куб настоящий. До конца можно не выходить, но причащаться еще 2,5 года не будет. У церкви на все правила, каноны вселенские. А у сексантов ничего нету? Нету. Они оторваны. У них даже книжки какие-то, не златоуста. 16 столетий, что-то церковь имела, они все отбросили. Они осудили всю церковь. А то нас не судите. Да вы еретики, и как вас не судить? Да вы осуждены уже. Титут 3,10 говорит, еретика после первого, второго разумления отвращайся, ибо они грешат, будучи самоосуждены. Они сами себе приговор самоубийцы вынесли. А когда дети крещены будут, а вы сами рассудите. Ну и когда вошел в ковчег, с ним все родственники вошли? Все. Все. А если бы ребенку было ну там 8 дней, 12 месяцев, они бы их оставили или взяли в корабль? В ковчег. Взяли бы, конечно. Взяли. А церковь, это ковчег. Это первое послание Петра, 3 глава говорит. Церковь ковчег. Это Петр, сравнение делает, да и так понятно. В водах этого бушующего греховного мира можно спастись только в церкви. Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения. А почему? Деяние апостолов, 2,47. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Прилагал спасаемых к церкви. А зачем прилагать? Он спасенный? Заметьте, без церкви нет спасения. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В корабль заводил. Тут я ничего не толкую, тут прямым текстом написано. А вы говорите, завет. Хорошо. А вы знаете, что все ветхозаветнее было тенью будущих благ? Да. Это была тень. Теперь, все ветхозаветнее имело прообраз, а образ придет в Новом Завете. Вот, Евангелие Отяна 1,29 написано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец Божий, почему он назван? Агнец, это ягненок. Почему его так назвал Иоанн Креститель? Ну, потому что в Ветхом Завете Агнецов Агнецов указывали на Того, Который придет. Кровь Агнецов не ощущает послание к евреям она напоминает о грехе. А кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. 1 Иоанна 1,7 Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1,7 Вот мы немножко, несколько мест Писания взяли и мы увидели. Они заключали завет в каком возрасте? Восьмидневном. Ребенок еще не а то ребенок не понимает. Еврейский ребенок нисколько не умнее нашего ребенка русского. Но в восьмидневном возрасте а дальше написано и кто не будет обрезан истребится душа-то а он и не виновен. Зарезали. Это не мы говорим это говорит Дух Святой. А то было прообраз. А прообраз это означает то обрезание указывало на крещение. А где написано? К Колоссиным. Послание к Колоссиным. Сейчас я вам скажу где-то. 3,11 кажется надо почитать. Так, минутку. послание к Колоссиным апостола Павла. Минуточку. Так, 3 глава. Сейчас я вам скажу поточнее. Которому признан облекательству любовь Словодов. Так. Минуточку, минуточку. Сейчас мы посмотрим. Вот у вас Библии-то нет? Вы бы сейчас увидели. Очень жаль, Игнатий Кириллович. И все занятия, которые хотел вам привести, как аргумент. Где ты там? У меня тут плохо видно. Сейчас. Посчитай. Первый главе. Так, симово образу. А? Образу крещения. Подобно симово образу крещения. Вот оно. 2,11. В нем вы и обрезаны во Христе. В нем обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Уже обрезание Христово. Вы погребены с ним в крещении. Погреблися. Под водой человек скрывается. Вот баптисты крестят, они как? На спину опрокидывают. А это положение в огроб, а не смерть Христова. Они даже этого не понимают. А то совершенно ничего не думают. Вот мы считаем послание к римлянам. Давайте еще посмотрим одно место. Послание к римлянам. Сейчас. Шесть, четыре. Так. Шестая глава, четвертый стих. Итак. Мы погребли с ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещением в смерть. А Христос умер, вися на кресте вертикально. А когда сняли с креста, положили, сектанты кресят положение в огроб, а не в смерть. Если, допустим, на фронте бежит солдат, его застрелили, он падает вперед или куда-то, а Христос не мог упасть. Он прибитый. И даже внешне, и то неправильно крестят. А при том, в крещении освобождения от грехов, а у сектантов ничего нет, потому что они самозванцы. Вот смотри, я сейчас закончу мысль. Смотрите. Мы сейчас закончим, вы поглядите. Книга чисел, шестнадцатая глава. Я читал. Читал. О чем там говорится? О том, что мужи, да, по-моему, отделились. Но они сказали, что зачем вы будете нам начальниками? Да-да. Все. Вот это сектанты. Это прообраз еретиков. Они отделились. Они мужи отменные, хорошие. Это единственный раз живьем со всем семейством, с шатрами, со скотиной в ад. То есть страшнее этого греха нет. В этом грехе пребывают все сектанты, и вы в том числе. Это Дафан Аверон Корейн. Вы их наследники. Они отделились от церкви. Они отделились от народа Божия. От святых избранных. Это образы для нас были. А где это мы считаем образы? Первое к Коринфянам. Десятая глава. Шестой и одиннадцатый стих. Десять шесть, запятая одиннадцать. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. А это написано в наставлении нам, достигших последних веков. Это образы отрицательные. И они написаны нам, чтобы мы не были походливы. Зачем вы за ними пошли? А отделение от церкви, это не просто новое что-то образование, а пропасть в ад. В Геенну. А мы хорошие. В аду много хороших. Нет, я просто, Игорь Михайлович, вот Библия, да, оно как, вот есть здание, да, как один я слышал, миссионер вам говорил. Есть здание, а есть проект, по которому здание встречают. Ну, правильно построено здание или нет? И надо тебе... Шестнадцать столетий стояло бы. Господь сказал... Нет, я про что говорю. И вот, шестнадцать церковь в столетии стоит. Мы читаем послание к Карибшинам, если не ошибаюсь, каким должен быть епископ, например. Ну, да. Игнатий Сихович, но 90% он вполне не соответствует. Да вы одного процента не знаете, а вы говорите не соответствует. Это вы своих бритых в галстухах посмотрите, на кого не похожи масонские выкормыши. Вы ни одного епископа не знаете. Ни одного не знаете близко, а судите 90%... Нет, я не сужу, я просто вижу, если бы не было так, то не было такой обстановки, которая сейчас вас живет. Вы не можете видеть. Вы с ним не живете. Вы не знаете. Он законный. Он законный, рукоположение идет до подсольских времен. А вы еретик в стороне и начинаете судить. А о нем какой? Судите? Вы уже сказали, 90% не такие. Вы осудили? Только сейчас сказали. Но вы же согласны, что церковь сейчас она не в очень хорошем состоянии. Я знаю это, знаю. Но это церковь. Это корабль. Он и ракушками обрастает, и ход замедляет. А это никакие. Никто там на водорослях плавают. Они никакого отношения к церкви-то не имеют. Ни баптисты, ни пенсиатники, ни харизмата, никто. У них нет... По вашему даже рукоположению от не очень, так скажем, добросовеста человека, но если оно законно... Законно, оно законно. Делает Господь это. Аарон согрешил смертным грехом, а его Бог не удалил. Только при смерти сказано было, не войдешь в обетованную землю. Однажды Моисей согрешил, не такой. И Господь сказал, не войдешь в обетованную землю, а назван кратчайшим человеком. Нам зачем на это смотреть? Бог избирает, и Бог хранит, и ведет. А он не такой. Ну и что? А кто такой? Ты такой? Я такой разве? Человека чем выше поднимать, тем больше его видно, его недостатки. Да, самой обуви. А когда мы в толпе стоим, у нас одна голова видать. У нас, может быть, и внизу-то ничего и не надето. Да, согласен. Еще такой вопрос, Инастик, по поводу вечери. Меня все интересует, так как бы поподробнее хотелось спросить. В чем вот кардинальная отличие православной церкви касаемо вечери Господь? Истина и ложь. Какая разница? У них нет ничего. Они говорят, что это? Они говорят, воспоминания. Заметьте, все говорят воспоминания. А апостол Павел говорит, послание Коринфянам Первым, и таким образом погрешает, виновен против тела и крови. Ну давайте, откройте Евангелия Тяна 6.64. Давайте, сейчас мы. Евангелие от Иоанна. Тут даже сравнивать не с чем. Сравнивать это кощунственно. Еще сравнивать, когда ничего нет. Вот теперь 6.64. Заметьте. 54-й прочем. Давайте. Едущий мою плоть, с большой буквы, и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя, с большой буквы, истина есть пища, и кровь моя, истина питье. Неподобие. Все еретики говорят, ну это подобие. Нет таких слов. Это Сатана нам вставлял. Притча Соломона, 30-я глава, 5-й, 6-й стих. Запишите. Соломона. Да, 30-я глава, 30-й, 5-й, 6-й стих. Всякое слово Бога чисто. И что? Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А когда мы считаем, там, 21-17, это, 27, в откровении, говорят, участь лжецов в озере огненном. Вы все до одного лжецы, вы обманщики. В Писании исковеркали. Идущий мою плоть. Сектанты, они никак не могут признать плоть. Какая плоть? Это воспоминания. Они... Ну, вот нельзя же тоже выкидывать тот стих, когда все пейте и ешьте мои воспоминания. Это же и сам Христос сказал. Нельзя тоже это выкидывать. Никогда это так и говорится, воспоминания. Но воспоминания тела, а не хлеба. Вот мы беседуем не где-то с собранием в Московской, там, это, Маловузовской 3, висек Б. И скажите, вот вы когда раздаете, берете хлеб, какой делаете? Ну, раньше они покупали печенье в магазине. Они даже не знают, как готовится этот хлеб. А теперь стали как-то выпекать, там, видели лепешки, ломают его там. Да. Я говорю, вы взяли в руки что? Они говорят, хлеб. А людям что подаете? Они говорят, хлеб. Ну, тогда с чем разговаривать? Танца-то нет никакого. Так. Так, все, записал по этому вопросу. Да. У вас женщины без платков сидят? Игнатий Тихонович, я, может, раз спорил с одной сестрой по этому поводу. Как бы, вот эти ленточки сами понимают. Нет, ни одной волосинки не должно быть вида. Вы наших видели? Да, да, да. Ну, вот такая. Вы видели, как мусульманки одеваются? Вы чем-то похожи на них. Есть, ну, волосы закрытые, похожи. Все тут говорит. Жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. А они непослушны, ваши жены. Это 1 Коринстянам 11-10. Да, 10-11. Вот так. Но, Игнатий Тихонович, а там сказано же, по-моему, это замужняя или все должны насчить. С чего вы решили разделять вдруг? Разве Писание разделяет? Она говорит, муж и жена. Зачем им разделять-то? Да, жена, в смысле, женский род. Женский род. Если мужчина, тогда мужчина может в головном уборе быть, пока не женатый. Если муж молится, с покрытой головой постыжает, он скажет, а я не муж, я только парень, я еще в армии не служил. Ну, так можно до чего договориться. А другая волосы не надевает, а я не замужем. А ее не взяли, дева. И она осталась дева. Ей 70 лет, она без подка стоит. Почему? А я дева. Ты дева, ты у Бога спроси. У Бога. Почему вы мертвы такие? Вы от Бога ответа не получаете. Вот и ответ. Смотри, мы считаем. Это у нас идет 11 глава, 1 послание Коринфянам. 23-24 стихи. Ибо я, Павел, от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Что взял? Хлеб. Павел так понимает, как Христос говорит. И возблагодарив, преломил и сказал, примите и идите, сесть тело мое. Ни подобие, ни тело. Оно превратилось в тело. А глазами видим, что хлеб. За вас ломим, и все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера вино взял и сказал, сиять чашу, есть новый завет в моей крови. Все. Сия творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ну и понятно, что в его воспоминание, а не в наше. Вот таких моментов мы найдем ни один, ни два. Вы говорите, 99, у сектантов все 100. 300 лет, 100% обманывают людей, что они церковь. Даже правильный будет Киприан Карпагенский, мученик 4 века, говорил, даже мученики, даже они если умерли, то это во всуждение им будет. Даже в мучениях не покаялись. И поэтому сектантское крещение, оно не омывает от грехов. Они даже об этом не напоминают, оно только оскверняет. Крещение, крещение, это... Только священник должен делать. Священник это делает. Это власть ему дана. Нет, я имею в виду, для чего дать покрещение? Для прощения грехов. Конечно. Это заключительная часть рождения свыше. Ну, нельзя такие деревянные мозги иметь и железку ржавую вместо сердца. Игорь Тихович, а вы сейчас занимаетесь, если они в данный момент у меня все перешло в интернет. В интернете? В интернете. Мой путь проделать никому не удастся. Никогда. Это Бог так сделал. Наше путешествие было вот мы в Барнауле до порта находки Владивосток. И отсюда прошли Португалию. От Тихого до Атлантического океана прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику и Север. 120 тысяч километров прошли. Я подарил в 600 городов районный центр по полному комплекту своих книг. У меня 38 книг в бумажном варианте. Игнать Тихович, а был толк от вашей поездки? Как говорите? Я говорю, был толк от вашей поездки? Был ли толк? Так это только Бог знает. Нам не дано об этом судить. Нам сказано идите и благовествуйте. Если с нами Господь, Он устроит. Люди обращаются в одном месте, в другом. Мы не знаем, что с людьми будет. Нам не дано это загадывать. Он сказал, как Ереми, будут слушать или не будут, а ты иди говори. Они будут против тебя как бурный ветер, а тебя сделают как скалою. Сколько людей обратилось. Даже евреи, мусульмане, сектанты. Это когда я приехал в моем доме, сколько пришло? Я просто к тому, Игнать Тихович, спросил, потому что да, есть какие-то попытки отдельных миссионеров, таких как вас, но это настолько какой-то очень маленький процент. Например, даже Балтийской церкви. Согласитесь, миссионерская деятельность настолько покрыла страны даже СНГ. Даже в нашем маленьком регионе, Курском, очень небольшой регион. Несчетное количество церквей. В церкве, во-первых, ни одной нету, вы забываете, никакой нету. Люди услышали о Христе, половина неправильно крестили, они остались в том же состоянии. Да, они признали Иисуса Господом, это дело Духа Святого. А вот сколько их, я спросил про адвентистов, про мормонов, тут есть новая жизнь, у нас 46 разных ересей, которые динаминацией называют, только в Барнауле зарегистрировано. Я говорю, таких, вот выстроить в ряд. До 20 тысяч, говорят, уже сегодня, и у всех в руках Библии все толкуют по-своему. Что тут непонятно-то? Христос разве разделился, Павел говорит? А церкви, вот мы имеем толкование, вот у меня трехтомник вышел, толкование Блаженного Филакта вместе с Откровением. Таких книг никогда и не было. Они были разрозненные, мы объединили. 240 иллюстраций Гестава Даре раскрашенные. Полное толкование Откровения Яна Богослова, это 430 страниц только занимает. Каждая книга, у меня 752 страницы. И когда беседуешь где-то с серетиками, там, с баптистами, у них ни на один вопрос не отвечают. Вот Откровение. Я говорю, Тысячелетнее Царство когда будет? Или оно уже идет? Ну, будет. Будет тысяча лет, поэтому церковь будет восхищена. Вы так же понимаете? Я лично так не понимаю. А как? Я не понимаю, какое будет... Ну, вот, я единственное спорил с этим человеком, он мне упряжался, Тысячелетнее Царство это будет для евреев. Так. Где такое написано? Я даже, честно, не смог даже... Ну, ладно. А вы как думаете? Церковь будет взята в годину искушения? Я думаю, что церковь... Не церковь, а царство уже есть. Потому что Бог сказал, по-моему, перед рассказать, он сказал, что многие уже из вас увидят царство Божие. А о чем он сказал? О царстве Божьем. Ну, что? А именно, царством Божьим называется что? Царство Божье внутри вас, апостол Павел говорит. Внутри вас, да. Ну, так вы зрите, а не то, что его приход. Приход через 2000 лет еще не существеленный. И вот я беседую с сектантами, я говорю, вы верите, что вот эта жизнь называется поле, которое заросло плевелами? Пшеница и плевел. Она говорит, да. Я говорю, и как тут будет? Ну, как? Бог придет за пшеницей и ее возьмет на тысячу лет. А потом сойдут они, ну, и дальше... Я говорю, вы уверены? Да. Я говорю, а притча 13 главы Матфея, почему вы ее потоптали? Как потоптали? А написано, жатвы с кончином мира. Оставьте Россию вместе до жатвы. Оставьте Россию вместе до жатвы. Вы пшеницу вырвали, а там написано, и вначале плевелы выбрали. У вас все перевернуто. Чего же вы слепые такие? Сразу остановились. Да как, братья пропадают? Да да не братья, они злодеи. А можно место, знаете, какое? Ну, про плевелы. Пара плевелы. Давайте откроем и просчитаем сейчас. Это же никакого секрета тут нету. Нет, это я просто... да 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 давайте. Матфея. Сейчас мы это дело откроем. он говорит будете иметь уши и все тут каменистая почва вот она считает это 13 глава матфея 30 стих матфея 13 30 да он же сказал и враг человек сделал от арабы сказали ему хочешь ли мы пойдем выберем их плевелы но он сказал нет чтобы выбирая плевелы вы не выдергали вместе с ними пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы до жатвы до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы не пшеницу как у баптистов плевелы свяжите их связки чтобы сжечь их а пшеницу уберите в жительство мою то есть царство небесное о чем он говорит а теперь он начинает разъяснять им жатва есть кончина века ничего больше нету тут вот он считает 38 стих поле есть мир мир весь доброе семя то сыны царствие плевелы сыны лукава враг посеявших есть дьявол то толковать не надо христос жатва есть кончина века а жнецы суть ангелы посему как собирает плевелы огнем сжигают так будет при кончине века сего пошлет сын человеческих ангелов своих и соберут из царства все соблазны и делающих беззаконие ввернутую в печь огненную там будет плащ и скрежет зубов тогда праведники воссеют как солнце в царстве отца их кто имеет уши слышать да слышит все осталось только принять да и заметьте все еретики все баптисты 50-ки все понимает так лживо то есть церковь будет восхищена тысячелетний царство а по библии с тысячелетний царство началось на голгофе когда христос умер на голгофе и она не тысячу лет будет а время продолжительной евангельской проповеди закончится за три с половиной года до кончины мира а где это известно почему три с половиной года откуда именно такая ну а 12 глава 13 глава говорится об этом откровении да конечно а еще вы не знали разве вот мы нет 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 прямо определенно непродолжительно это есть три с половиной года это непродолжительное время вот так сейчас мы смотрим так вся земля со зверем поклонились зверю дабы даны были уста ему говорящие богохульно выходящие земли удаши творит знамение чудесами дано обольщать не покупать не продавать кто делаем имеет это начертание или имя зверя или число имени его вот 42 месяца 42 месяца это сколько посчитайте 42 месяца так 24 3 до 30 ну вот и все он говорит 42 месяца а дальше в одном месте написано еще времени времен и полу времени времени год времен 2 и пол времени полгода даниил говорит в трех местах библии об этом написано не конкретно нет у бога тысячи лет как один день написано вот и потому написано падут под тебя тысячи и десять тысяч я десную десять то есть много слово тысячи означает много в тысячу родов а и какие тысячи родов то когда им быть ты может допустим один род это 25 лет скажем ты еще родов это 25 тысяч лет а сегодня только 7530 лет всего от адама всего так еще что еще в три раза будет больше конечно нет тысячи это неважно не важно никак нигде не было сказано что евреи зачем придумать а разве где-то отнято от него это избрание господь говорит не отрещется хотя они были неверные одно бог остается верен прямо так написано они люди неверные а бог остается верный а как это так но я даже по себе знаю у меня дом готовился про продажи ну купленная квартира но я на одного человека сказал говорю он только женился и у него жить негде я говорю если только это продам я сразу тебе деньги отдам но прошло какое-то время он сделался врагом это человек ушел из общины враждующий где-то люди говорят еще теперь ничего нет звена как занималась продажей дома там риэлтору заплатила остальное я не прикасался завернули в бумагу пачку ему отнесли на стол положили все на этом он он отвечает за свои слова я за свои мое слово никогда не нарушается никак а он такой но он за это ответит такой его неверность может ли уничтожить мою верность говорит господь я подражаю моему господу я попал под осуждение ты помогаешь врагу а написано его любите врагов ваших это мое право это мои деньги за свой труд я покупал квартиру и поэтому я ее туда отдал всего на этом и меня совесть не судит в этом а да вы так думаете что в новом завете он их отверг а про кого вот смотрите я имею ввиду до но до ветхого завета судьба язычника была понятна вот поступлением нового завета бог уравнял шанс одинаково одинаково вот так вот теперь давайте посмотрим римлянам 11 глава вся глава она отвечает на этот вопрос что же израиль чего искал того не получил а избранные же получили а проще ожесточились как написано бог дал им дух усыпления глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сегодня и дальше поясняется и так спрашиваю неужели они притнулись чтобы совсем пасть никак но от их падения спасение язычникам чтобы возбудить в них ревность евреях если же падение богатства миру и оскудение богатства язычникам то тем более полнота их вам говорю язычникам как апостол язычников я прославляю служение мое не возбужду ли не возбужу ли ревность родниках моих по плоти и не спасу ли некоторых и прямо об этом говорит если некоторые везти отломились семнадцатый стих а ты дикая в маслина то есть язычник привился на месте их стал общиком корня и сока маслина то не превозносись перед ветвями если же превозносишься то вспомни что не ты корень держишь но корень тебя скажешь ветви отломили чтобы мне привиться нашим русским хорошо они отломились неверием а ты держишься верой не гордись но бойся но если бог не пощадил природных ветвей то смотри пощадить и тебя и так видишь благость и строгость божию строгость к отпадшим а благость к тебе если пребудешь в благости божии на счеты будешь от Сечен. И теперь говорит, навсегда ли? Нет. Не хочу вас... 25 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении от тайни сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. Ну и как? Где евреи теперь? Написано, кто проклинает их, проклят будет. А кто благословляет, будет благословлен. Что я благословлен, даже враги все говорят, необычайное благословение мне будет дал. Почему? Потому что я за всю жизнь одного слова против евреев не сказал. Мы должны им показать истину. Да, согласен с вами, Игнатий Сихонович. Все-таки во всем чувствуется, что народ из... Я просто был связан с музыкой, и евреи этого особенности выделяют. Потому что им все легко давалось. Нежели нам. Ну так. У меня в комнате привезли сюда баптистов, он их обратился там, покаялся еврей. Чистопородно, не полукровка какая-то. Наум Израилевич. И он у меня, ну я не знаю, часа два или три только был. И он пошел уже из комнаты у меня православной. Сейчас православный священник. Наум Израилевич. Когда бы я не приехал, я-то не священник, я у него в храме проповедую сразу. Он меня выставляет перед народом и начинает с перевозчиком. Он в Грузии, в Тбилиси. Наша беседа тут... Вот на днях только была беседа. Вы найдете тут. Ну ничего, вы все узнаете. Так, если Господь благословит, то не... Это я не знаю тут. Вы не торопитесь посмотреть этот ролик, наш разговор? То он будет дней через 8-10. А, нет. Нет. Ну хорошо, дело в том, что этим занимается администрация. У меня слабый интернет, потому что от телефона идет. Хотя он у меня стационар. Если Господь благословит, значит, вы найдете его. Увидите. Какое название будет, я не знаю. Да я хорошо, нет, я просто кликну на видео и оно из последних будет. Ну, зачем? Вы зайдете на канал, на наш, я скину... Да, на канале. На канале. Но я вставлю названия, вставлю не такие, чтобы привлечь, а местописание подходящее. Да, хорошо. И по месту писания вы тогда... только щелкните, и вы сами себя увидите. Но я имею в виду, вообще будет еще возможность настигнуть? Будет, будет. Будет. Молитесь, молитесь. Я вам еще раз говорю, все заблуждаются, секта относительно тысячелетнего царства. Притом, не сами они это придумали, а сатана им дал это. Церковь не будет мучиться, иначе не подготовились к зиме, а сатана погубит тогда. А церковь учит, что церковь будет на земле. Ради избранных дни сократятся. Ради избранных дни те сократятся. Значит, короткое время будет. Это три с половиной года. Мухи будут невиданные, неслыханные. Вот сейчас идет там пластиковые карточки, и на НН. Это еще не печать. Паспорта меняют. Да, я тоже. Но это все приближается к тому, чтобы сделать начертание на чело, чело лоб и на правую руку. А почему на чело и на руку направо, а не на затылок и не на левую? Да, я знаком. Знаком? Вот, если человек перекрестился, это знак того, что на нем еще печати нету. Еще начертания сатаны нету. Вот и весь ответ. Это Ефрем Сирин в четвертом веке сказал. Для того, чтобы не могли начертать на себе животворящий крест Христов. Вот для этого начертания и будет с отречением. Я не верю во Христа. Я этого представителя данного колена еврейского в храме сидящего признаю за Бога. Вот тогда тебе клеймо, оно может быть невидимо будет начертан на костной ткани. И не надо будет ничего. Подошел, руку показал, считали, сколько у тебя денег, на сколько взял продуктов, ищет тебя полиция. Все данные. Так сейчас на одном зернышке там рисовом там информация такая, что страниц на 240. По-моему, до 2025 уже отрабатывают. Да. Мы не должны пойти на это уже никак. Паспорта меняют. У меня есть электронная карточка и заграничные паспорта. И там снимали оболочку глаза, чтобы проехать там в Англию, где... это, конечно, нежелательно. Они будут знать о нас все. Да они и так все знают. Не надо придуряться. Они все знают. Они для этого работают. И нам их никогда не переплюнуть. А мы даже за них молиться. Молиться. Согласен с вами полностью, конечно. Ну, все тогда на сегодня, да? Да. если что, я вам напишу. Да, напишите так. Это решение, пожалуйста. Да, это вот какое вы время сейчас пришли, это подходящее время. Постарайтесь в воскресенье в это время. Все, хорошо. Вот воскресенье, как вы сейчас были, маленько еще пораньше, хотя бы на часок. Потому что у нас сейчас... Без проблем. А вы у нас, знаете, идут занятия в скайпе. Я слышал, но вот честно, я сейчас... А я вам скину. И вы можете... Скиньте, пожалуйста. и запросите, чтобы вас приняли. И скажите, который из Парижа идет там, где это занятие идет? Там идет противосектантское. На все спорные сектантские вопросы другое занятие идет. Это наш житель туда переехал, женился. И вы, который дам сейчас, вы через него спросите Сергея Пупкова, скажи, как мне выйти на Виктора Савченко? Там ведет Виктор Савченко. во Франции. Наш человек туда уехал. Все, с Богом! С Богом! Отключайтесь!